Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Сегодня я затрону тему про срок давности межповерочного интервала, сокращенно МПИ, для устанавливаемых счетчиков электрической энергии. Дело в том, что в ПОЭ, пункт 1.5.13, четко сказано, что срок давности межповерочного интервала не должен превышать 2 года для однофазных счетчиков и 1 год для трехфазных. Лично я не пойму логику данного требования. Предположим, вы приобрели трехфазный счетчик, вот как в данном случае. И по каким-либо причинам не получилось его установить в течение целого года, так сказать. Ну, всякое бывает. Бывают задержки некоторые при строительстве, бывают там какие-либо согласования, задержки там могут возникнуть по техническим условиям, по поставке электрооборудования, другого электрооборудования, устанавливаемого в счет. Ну, много может быть нюансов в течение года. Вот, год прошел, в итоге получается, что новый купленный трехфазный счетчик через год уже считается негодным и к установке не подлежит. Выход из ситуации следующий. Либо делать ему повторную поверку по стоимости, практически соизмеримую с самим счетчиком, либо приобретать новый счетчик. Лично я не согласен с данным требованием ПОЯ. Ну, сами подумайте, счетчик новый, исправный, поверенный. Что с ним может произойти через один год, если он будет аккуратно храниться на полочке? Тогда же и год пройдет, и два, и пять лет, да хоть десять лет. Ну, тем не менее, по букве закона ПОЯ данный счетчик считается уже негодным к установке. Согласитесь, что это абсурд. Вот, наглядный пример. Имеется у меня трехфазный, электронный, многотарифный счетчик прямого включения. СТАР 304. Это, кстати, счетчик от ЕК. Вот его документация. И вот, смотрите. Данный счетчик был приобретен где-то в середине 2016 года. Дата поверки у него первый квартал 2016 года. Ну, то есть, вот, 12 января. А установить своевременно в течение 2016 года я его не смог по имеющимся тому причинам. И вот, теперь настал момент, что энергосбыт не принимает данный счетчик в эксплуатацию. Ссылаюсь на пункт ПОЯ 1.5.13, что срок давности его поверки истек. То есть, срок давности поверки для трехфазных счетчиков составляет один год. И этот срок для данного счетчика истек. А потому данному счетчику необходимо делать внеочередную поверку. В соответствующих организациях, ну, например, Ростест или там другие организации, имеющие аккредитацию на поверку электросчетчиков. Ну, и вот, за свой счет, производить эту самую поверку. ПОЯ 1.5.13, что срок давности его поверки для трехфазных счетчиков. ПОЯ 1.5.13, что срок давности его поверки для трехфазных счетчиков. ПОЯ 1.5.13, что срок давности его поверки для трехфазных счетчиков. Письмо от Ростехнадзора. Поясню, что любой желающий гражданин может обратиться в Ростехнадзор, ну, например, через их официальный сайт и получить непосредственно от специалистов консультацию на интересующий вас вопрос. Видимо, некий гражданин в далеком 2010 году уже обращался с подобным вопросом про срок давности поверки электросчетчиков, на что и получил следующий ответ. Да, письмо не совсем, так сказать, свежее, но тем не менее. Как видите, в письме четко говорится, что требования ПОЯ 1.5.13 устарели и не соответствуют сложившимся условиям. В связи с этим на вновь построенных и реконструируемых электроустановках необходимо руководствоваться не ПОЯ пунктом 1.5.13, а порядком проведения поверки средств измерений, утвержденного приказом номер 125 от 18 июля 1994 года. На данное время, на 2018 год, приказ номер 125 уже не действует. Поэтому сейчас я его рассматривать не буду, так как вместо него вступил в силу приказ номер 18.15 от 2 июля 2015 года об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. В принципе, требования по поверке средств измерений у них одинаковые, но я приведу цитаты из действующего документа, то есть вот этого самого приказа 18.15. В этом приказе отчетливо сказано, что в нем устанавливаются правила проведения поверки средств измерений, вот счетчик является таковым, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. Средства измерения, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта, подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации периодической поверки. Как я уже говорил, поверку средств измерений может осуществлять аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации организации. В пункте 13 данного приказа четко сказано, что результаты поверки действительны в течение всего межповерочного интервала. В пункте 18 этого же приказа сказано, что периодической поверки подвергается каждый экземпляр средств измерения, находящийся в эксплуатации через установленный межповерочный интервал. А в данном случае это 16 лет. Вот еще раз откроем наш паспорт и видим дата поверки 12 января 2016 год. А межповерочный интервал составляет, то есть вот в паспорте написано 10-2, счетчики подвергаются периодической поверке с интервалом 16 лет. То есть межповерочный интервал у данного счетчика составляет 16 лет. Ну и сказанного выше делаем следующие выводы. Приобретенный счетчик имеет первичную поверку от 2016 года, что отображается в его паспорте, я уже показывал. По истечении 16 лет от последней поверки, то есть в 2032 году, данному счетчику необходимо произвести периодическую, ну или повторную, так сказать, поверку. После этой периодической поверки в 2032 году, счетчик далее будет годен к эксплуатации, ну естественно при положительном заключении поверки, еще следующие 16 лет, то есть уже до какого там получается 48 года. Еще все счетчики подвергаются внеочередной поверки. Внеочередная проверка счетчика может быть проведена при повреждении поверительного знака пломбы или клейма. То есть вот здесь у нас стоит ековская наклейка или пломба. Так, а здесь у нас установлена уже свинцовая пломба на самом корпусе. А также в случае сомнений по показаниям счетчика, либо имеющимся каким-то подозрением о вмешательстве в работу данного счетчика. То есть только в этих случаях могут потребовать внеочередную поверку. У нас же согласно ПОИ пункта 1.5.13, внеочередная проверка счетчика должна проводиться уже через год. Вот такой вот нюанс. То есть опираясь на вышесказанное, делаю вывод. Делаем вывод, что допускается устанавливать счетчики с любым сроком давности от последней его поверки. То есть первично или периодически, неважно. Главное, чтобы не был просрочен межповерочный интервал. Естественно, что если межповерочный интервал у счетчика составляет 16 лет, то и через год, и через два, и через три, и через пять этот интервал является непросроченным. А значит и счетчик годен к установке и эксплуатации. Доходит до самого там 2030 года. В принципе, вы данный счетчик можете установить и в 2020, и в 2025, и в 2030 году. Согласно данного приказа, это вполне приемлемо. Но это-то еще не самое главное. Как оказалось, рано радоваться. Решил я все же лично написать письмо в Ростехнадзор с подобным вопросом. Да, бы уж точно поставить все точки над «и». И вот буквально на днях получил следующий ответ. Как видите, ответ в корне отличается от ответа предыдущего инспектора, предыдущего письма 2010 года. В письме идет, опять же, ссылка на ПУЭ, пункт 1513. Инспекторы у нас разные. Один из Москвы, другой из Уральского региона. Тем не менее, их ответы совершенно противоречат друг другу. Вот так вот. Вопрос остается открытым. Что делать? Кому верить? Но, к сожалению, энергосбыт в данном вопросе зачастую стоит исключительно на стороне ПУЭ. И далее намерен будет настаивать на данном требовании по срокам давности поверки. То есть, данный счетчик у меня в эксплуатацию не принимают. Так что, будьте готовы, что по истечении одного года для трехфазных счетчиков и два года для однофазных счетчиков придется проводить им внеочередную поверку. И причем исключительно за свой счет. Ну, либо, как вариант, покупать, приобретать счетчики непосредственно перед самой их установкой. Что не всегда, к сожалению, является возможным. Несколько слов хочу сказать про ситуацию на предприятиях. То есть, у меня на предприятии для коммерческого учета всегда находится в резерве, в запасе не один десяток новых поверенных счетчиков. Ну, в основном, это трехфазные счетчики. И так получается, что при выходе из строя какого-нибудь счетчика, ну, установленного счетчика, я не могу установить запасной, если у него срок давности от последней проверки составила больше одного года. А потому приходится вот этот весь, не один десяток счетчиков, которые находятся в запасе, в резерве, ежегодно, то есть, каждый год возить на внеочередную поверку, чтобы в случае, допустим, выхода из строя установленного счетчика, его можно было всегда заменить. Ну, то есть, это все касается исключительно коммерческого учета. Я считаю, что данный вопрос нужно решить раз и навсегда, и попробую обратиться с этим вопросом повторно, но только уже, скорее всего, не в Уральское отделение Ростехнадзора, а Московское. А дополнительно вступлю в переписку с инспектором, который мне прислал данный ответ. В конце концов, если уж на то пошло, то почему срок давности поверки у счетчиков ограничен? ПОПУА. А у измерительных трансформаторов тока и напряжения нет. Ведь они также входят в систему коммерческого учета, если, допустим, счетчик подключается через ТТ и ТН. Тем не менее, их можно смело ставить хоть спустя один год от их последней поверки, хоть два, хоть пять и так далее. Главное, чтобы поверка была, опять же, не просрочена. Вот такое вот очередное несоответствие имеется в нормативных документах у нас. К сожалению, опять-таки, не в пользу потребителя. Ну, на этом, пожалуй, все. Как вы считаете и чем руководствуетесь в аналогичных, в подобных ситуациях? Удавалось ли вам переубедить энергосбыт вне корректности требований ПУА в пункты 1.5.13? Пишите свое мнение и свои истории в комментариях под видео. А также, кому понравилось видео, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал Заметки Электрика. Ну и с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Ну, а пока данный счетчик у меня в эксплуатацию не идет, потому что энергосбыт местный его принимать не хочет. Вот такая вот история.